Кидаем ссылку, чтобы лично она посмотрела, пусть только она одобрит, потом уже кидать. Вот интересный вопрос, было ли такое, что с Фатти снимали мукбанг, а потом он вам не понравился, вы его просто взяли и удалили? Всем привет, мои хорошие, с вами Эка Эмири, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Мукбанги будут каждый день, а вообще со следующего месяца я уже наснимала кое-что, я обещала вам влог, завтра будет у нас вложек, и много-много еще интересного. Я думаю, что просто снимать мукбанги, это немножко скучновато, и вы как-то проявляете тоже инициатив, чтобы я показывала свою жизнь, что я делаю и так далее. В общем, посмотрим, как там карты лягут, я не буду ничего обещать, а сегодня у нас мукбанг с азербайджанскими фруктами, так можно сказать. Здесь, значит, у нас гранат уже почищенный, красота просто. Здесь айва, здесь вареная айва, яблоки, в общем, осенние фрукты, так можно сказать, хурма. Все это купила я сама. Айву, часть я сварила, как вкусно. Здесь есть не вареный, но вареный намного вкуснее. Приготовила чай, очень странно, но я фрукты кушаю с чаем. Запиваю. Обычно за фруктами у нас всегда ходит мама, но в этот раз я сама решила выбрать для своего мукбанга. И почему-то я никогда не хожу на рынок, я лучше пойду в супермаркет и переплачу. Кстати, о ценах. Фейхуа стоила 1 монат. Яблоки вообще 3 килограмма за 1 монат. Это получается 1 килограмм, всего 30 копеек, 35 копеек. Фрукты у нас очень дешевые, и это хорошо, это отлично. Потом нар стоил монат 30, айва стоила 1 монат. И хурма тоже монат. Но все это можно купить намного дешевле, если пойти на ярмарку. У нас бывают ярмарки. Каждые субботы и воскресенье там дачники все привозят свой товар. И абсолютно бесплатно стоят и продают свои товары. Но это только субботы и воскресенье. Обычно люди ходят на такие ярмарки в субботы и воскресенье и закупаются на всю неделю. Там не только фрукты, там еще и овощи, рыба, мясо. А дешево получается, знаете, за счет чего? За счет того, что они как бы не платят за аренду места. Это чисто такая, знаете, государственная программа. Очень выгодно как продавцам, так и покупателям. Но мне как-то неудобно идти туда. Я не знаю почему. Вот. Поэтому я переплачиваю иду в супермаркет. Во-первых, это все таскать. Не люблю таскать. Ничего таскать. А если брать такси, то получается, что ничего-то я не сэкономила. Кстати, обязательно напишите в вашем городе, сколько стоят эти фрукты. На мой взгляд, все-таки у нас очень дешево фрукты. Может, я ошибаюсь, может, у вас дешевле. Когда будет еще видео с мамой? Вот я не знаю, вы хотите или нет, но мне кажется, еще одно видео можно снять. Такого не будет, что прям каждое видео с мамой. Но иногда, мне кажется, можно. Фейхо. Как она пахнет. Кто-то ест без кожуры. Но многие не знают, что витамины именно вот в этой кожуре. Очень много витамина С. Многие вот так вот едят. Берут просто. Снимают кожуру и... Вот так вот едят внутренность и вот это вот выбрасывают. Но на мой вкус... Мне нравится, когда с кожурой, даже если она немножко жестковатая. Вот. Я купила за один манат, но очень часто можно встретить за 80 копеек. И еще я обожаю варенье из фейхоа. Если кто-то пробовал, то обязательно пишите в комментариях. Я кушаю вот так вот. Вот давайте вернемся к вопросам. Вот мне очень часто говорят, что я много освещаю тему парня и девушки, отношений, любви. Ну, вот почитайте вы вопросы, все вопросы про парня и девушку, чтобы я сделала в таком случае или в другом. Если парень гуляет с другими девушками, как бы ты отреагировала? Я вам много раз говорила, что я против измен. И у меня нету такого понятия, что это просто мимолетно. Ой, он напился и так далее. Я не понимаю, как люди спокойно реагируют на такие вещи. Для меня это неприемлемо. Фейхоа, вот это любовь вообще. Дальше здесь обычное яблоко. За один манат можно купить 3 килограмма. Мне кажется, такая цена есть только у нас. Элементально сидишь и думаешь, вот даже если это яблоко из Азербайджана, вырастить дерево, собрать дерево, потом привезти 3 часа езды на машине, целый КамАЗ. И продать 3 килограмма за один манат, да просто оно того не стоит, реально. Цены не перестают удивлять. Вот интересный вопрос. Было ли такое, что с Фати снимали мукбанг, а потом он вам не понравился, вы его просто взяли и удалили? Вот ни разу такого не было. Что бы ни было, мы всегда выставляем, по крайней мере стараемся. Но у нас было такое, что мы сняли ДНР-тест для Фатиного канала. Мы снимали на мою камеру и поэтому... Я не знаю, как так получилось. Получилось, что флешка осталась у меня. Или это была моя флешка или что-то такое. И получается, что мы полгода не могли выставить это видео. Каждый раз то я забывала ей отдать флешку, то она забывала взять у меня ее дома. Я предложила Фате, что давай я выставлю его на свой канал. Потом Фате сказал нет. В следующий раз, когда мы встретимся, ты мне отдашь. Потому что в начале там приветствие Фате говорит, что добро пожаловать на ее канал. То есть как-то глупо будет его выставлять на мой. Но потом в конце концов так получилось, что я выложила его на свой. В конце мы перекинули на другую флешку и отдала Фате. Оказалось, что она не открылась и так далее. В общем, проблем было куча. Это видео вышло через полгода после снятия. Я оставлю в инфобоксе ссылочку на это видео. Мне кажется, вам будет интересно. А так, что мы сняли, потом посмотрели, нам что-то не понравилось. Такое не бывает. Просто бывают такие моменты, что, например, монтируют видео Фате на Фате, а с мое, например, монтирую я. И у нас нету такого, что мы выкладываем закрытый доступ, кидаем ссылку, чтобы лично она посмотрела. Пусть только она одобрит. Потом уже кидать. Мы не согласуем такие вещи, потому что у нас полное взаимопонимание. Но иногда бывают такие моменты, что, например, она мне говорит, а почему ты этот момент не вырезал? Или я ей говорю... Какие-то недочеты, например, название поменяю или еще что-то такое. Ну, в общем и целом, чтобы прям так ругаться из-за видео, у нас такого не было. Я могу уступить, она тоже. Вот так вот у ноги едят в фейху. И все, выбрасывают кожуру. Перейдем к другим вопросам. Если вы хотите, что в следующем видео ваш вопрос прозвучал, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Как ты отмечаешь Новый год и как планируешь отмечать в этом году? Последние, наверное, где-то 4 года я отмечаю Новый год. Очень интересно. Просто дома. Сидим, чокнулись и пошли спать. Но в этом году я хочу отметить действительно как-то интересно. Мы даже договорились с моей подругой Шелли. Что мы будем его отмечать вместе. И знаете, как это произошло? Мы были в магазине, в моле и покупали себе одежду. Купили по две футболки. И на этих футболках, знаете, новогодний такой орнамент. Посмотрели друг на дружку. Я такая ей говорю, что давай Новый год отмечать вместе. Она говорит, в этот момент я тоже самое подумала. Может быть, даже буду снимать для вас влог. Ну, как говорится, мы предполагаем, Бог располагает. Поэтому не факт. Что будет так. Но мы купим всего вкусного. Может быть, даже влог буду снимать для вас. Украсим комнату. Как-то оденемся по-новогоднему. И будем отмечать Новый год вместе. Сначала хотела гранату вообще почистить. Потом подумала, да ладно. Так даже интереснее. Какой бы совет дала подрастающему поколению? Вот когда мне задают такие вопросы, у меня такое ощущение, что я какая-то пенсионерка. Вообще, если в плане карьеры и так далее, я бы советовала учить как можно больше языков. Я знаю одного парня, который выучил китайский язык. Сейчас у него очень высокооплачиваемая работа. Просто потому, что он знает китайский язык. Вот там в школе нас учат. Логарифмом, например. Кому-нибудь в жизни понадобились логарифмы до сегодняшнего дня? Я не знаю. Я просто, например, поступила в университет только за счет математики. По некоторым предметам я набрала ноль. Это, например, по истории Азербайджана. Представляете, ноль. А по математике я написала 22 правильных из 25. То есть это очень хороший показатель, потому что я любила математику всю жизнь. У меня она всегда была интересна. А историю мне лень была учить? Возвращаясь к вопросу, что бы я посоветовала? Все свои силы тратьте на учебу. Поверьте мне, пройдет время. Вы потом пожалеете. Вот в мое время мне всегда родители говорили, учись, а то потом ты пожалеешь. Но потом прошли годы, и я поняла, что реально образование это очень важно. Я уже наелась, на удивление. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Может, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Мои зрители настолько внимательны. Иногда бывает, что какое-то старое видео я выкладываю через где-то неделю или через две недели. И сразу себе пишут, кто заметил, что у нее другой маникюр. Значит, видео старое. Всем желаю приятного аппетита. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok